Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте в своих соцсетях, а также поддержите нас молитвенно и финансово. За все благодарны. Я считаю войну одним из самых трагических последствий грехопадения первых людей. Войны, ставшие неотъемлемой частью истории человечества, ясно демонстрируют, насколько глубоко человечество поражено грехом. Именно греховностью объясняется столь часто и в большинстве случаев совершенно неоправданное вооруженное насилие одного народа по отношению к другому, а подчас даже и среди своих соотечественников. Исторический опыт человечества показывает, что развязывание войн чаще всего было вызвано такими пороками, как жажда наживы, тщеславие, ксенофобия, пренебрежительное отношение к человеческой жизни. Вооруженные конфликты несут неисчислимые бедствия не только непосредственным участникам, их родным и близким, но и вообще всем гражданам воюющих и сопредельных государств. И что особенно печально, жертвенными войн часто становятся беззащитные женщины, маленькие дети и пожилые люди. В зонах военных действий совершаются многочисленные преступления против личности и против имущества людей. Это становится возможным вследствие возникающего у некоторых людей чувства безнаказанности, сопряженного с сопутствующим вооруженным действием правовым вакуумом. И, наконец, сами военные действия негативно сказываются на психологическом состоянии людей. Поэтому я, безусловно, осуждаю любую пропаганду войны и действия, ведущие к ее развязыванию. Войны окончательно уйдут в прошлое лишь при окончании истории нашего греховного мира и установлении полноты Царства Христова. Несомненно, российские христиане-протестанты ожидают наступления того времени, когда все народы перекуют свои мечи на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать, как написано у пророка Исаии. Благослови всех, Господь! С вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Благословляю. Аминь. Благословляю.